Приветствую вас. Давайте разберём наш вопрос. С мужем ужасные разногласия. Недавно поругались, сказал, не любит, не нужна. Уехала, начал писать, сошлись. Теперь снова та же история. Вместе не можем. Люблю его очень. Су трясёт уже три дня. Собственно, а в чём вы хотите помощи? Для себя, в чём вы видите помощи? А в чём вы хотели бы помощи? Где и как вы хотели бы меняться, например? Если можно так выразиться. Потому что многое зависит, как я думаю, от того, что вы сами считаете проблемой, и так далее. Я думаю, что на это вам, в первую очередь, нужно обратить внимание. Ну, первое, что приходит в голову, когда считаешь ваше сообщение, вот, я показал, что проблематика личных границ. Пожалуй. То есть, то есть, когда люди не могут, ну, вот, друг с другом, да, с одной стороны, и когда они вместе тоже испытывают определённые трудности, то первое, что приходит, это вот проблематика личных границ. То есть, у людей, вот, проблема сближения, вот, есть проблема сближения, то есть, ну, для людей, вот, проблематично сближаться друг с другом. Вот. Вроде бы и хочется, а в то же время не совсем понятно, как это сделать. Вот. И в итоге каждый акт такого сближения приводит к боли, к дискомфорту. Вот. Поэтому я думаю, что начинать нужно с этого. А дальше, по мы, по моему скромному мнению, вам нужно работать над тем, чтобы адекватно, адекватно, по крайней мере, стараться адекватно выражать то, что вас волнует, ваши чувства и так далее. Потому что там ссоры, ну, вот, то, что вы ссоритесь, грубо говоря. А это означает, что не получается у вас выражать свои чувства. Вот. А как-то корректно ими обмениваться, вот, что есть проблема контакта между вами, да? То есть, вот, есть вот, сложность, ну, взаимодействие между вами. И вот не умение обращаться с такими чувствами дает освобенность. Как мне кажется, довольно-таки ощутимо дает освобенность. Вот. То есть, ну, конечно, я могу ошибаться здесь, но вот выглядит это все, ну, вот так, таким образом это все выглядит. И, соответственно, ну, работать, я думаю, нужно именно вот в этих направлениях вам, именно с этими проблемами в первую очередь. И дальше уже осмотреть, вот, то, как бы вы могли бы выстраивать отношения со своим мужем, да? То есть, ну, как бы вам хотелось это делать и так далее. Тут, тут тоже просто есть свои нюансы, да? И эти нюансы, я думаю, нужно учитывать. То, что вы описываете, несколько похоже на зависимость. Вот. Вот. То есть, ну, как будто бы вот. Вы как будто бы зависи от, в смысле, его мужа. Ну, то есть, эмоциональная зависимость, да? Вот. Поэтому, тут, необходимо это проверить. тоже так ли это на самом деле или нет и если так то корректировать уже именно зависит на имеет свои причины, имеет свои основания конечно важны причины ссорок, но не в смысле того что очень хочется знать из-за чего бы поссорились, а скорее больше потому что это является такой точкой отсюда что ли ваших проблем, потому что хоть ссоры сами по себе ничего не объясняют, ничего не показывают, но тем не менее они позволяют понять в целом динамику отношений, они позволяют понять в целом динамику отношений между людьми поэтому я настоятельно рекомендую вам не пренебрегать от этой истории и для начала решить свои трудности которые у вас есть, а дальше если ваш муж хочет, если у него есть такое желание, то вместе с ним, да, работать над общим улучшением отношений ну понятно если он хочет, если у него есть желание такое, то это можно и нужно делать то есть гармонизировать отношения, надеюсь это понятно тут что я имею ввиду ну вот это конечно потребует определенного времени, потребует определенной энергии, энергии определенных изменений да, ну то есть определенного потенциала для изменений, вот поэтому тоже подумайте готовы ли вы этим всем заниматься ага, вот, еще хочется вот немножко спросить, да, вот вы задаете свой вопрос и в принципе я понимаю я понимаю, что вас беспокоит, я понимаю, что вас волнует, я понимаю, но мой вопрос, он больше знаете про что, он больше про то, а вот почему почему желая решить свою проблему, да, то есть предполагается, что вы хотите решить свою проблему вот почему вы так мало информации предоставили, ну допустим о себе, да, там и о своих отношениях с мужем, вот, то есть почему так мало информации вы говорите о том, что вас трясет сейчас, тоже хочется спросить, а вот чего конкретно вас трясет, да, то есть что это за чувства, вот это какие-то проявления, злости, злости, это может быть, ну может быть это страх, вот, то есть хотелось бы, конечно, вот эти моменты тоже, ну как-то вот разъяснить, да, там что-то самое что-то, то есть вас, ну что, вас трясут определенные эмоции, вот, и то что они, то что они вас трясут, это как бы нормально, вот, ну потому что они требуют своего выражения, вы их не выражаете, а нужно ли понять, что именно вы хотите выразить, да, конечно, 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 нужно понять, что вы хотите выразить, вот, что вас, ну, волнует, да, что вас беспокоит и так далее, это очень важно, вот, а вы сами на этом не центрируетесь, как бы, то есть, ну, тут вы проявляете себя, да, ну, довольно-таки, поверхность, вот, и я думаю, что поверхность, ну, какая-то такая тенденция к тому, чтобы избегать своих ощущений, да, избегать, ну, вообще, может быть, того, что мы могли бы назвать психологической жизнью, да, ну, хоть это, конечно, вот, является тоже проблемой, потому что вам просто, может быть, сложно отслеживать те процессы, которые у вас происходят, то есть, например, если вам, допустим, что-то не нравится вашему мужу, вот, ну, при том, что вы его можете любить, при том, что вам человек может быть, там, ну, дорог, да, вы можете хотеть с ним быть, это все, ну, не отменяется, вот, ну, вам может и что-то не нравится, тоже, тоже, вот, то есть, это, ну, вполне нормальная история, а выразить это, ну, и вот, ну, как же, вот, не умеете, да, не знаете как, обычно себя, может быть, пытаетесь сдерживать даже, вот, ну, если вы себя сдерживаете, то, ну, понятно, что это в итоге, ну, в итоге это выражается просто, что-то такое очень разрушительное, вот, поэтому, как мне кажется, идея заключается в том, да, вот, ну, на мой взгляд, идея заключается в том, чтобы помочь вам научиться обращаться, обращаться, ну, ну, со своими чувствами, вот, чтобы вы умели выражать их, а, так как, вот, ну, знаете, наиболее полно, давайте вот так скажем, давайте так скажем, наиболее полно, чтобы мы могли их выразить, вот, и тогда ваши отношения, вот, тут очень важно понимать, не обязательно они станут лучше, не обязательно в них, ну, не будет проблем, я хочу, чтобы вы, вот, ну, отдельно это понимали, да, что, вот, не факт, не факт, что не будет трудностей у вас, ну, в отношениях, вот, но я думаю, что ваши отношения будут иметь тогда шанс развиваться, развиваться так, как вот для них естественно, потому что, ну, сейчас, да, вы понимаете, что вы находитесь, вот, в постоянной такой проблематике того, чтобы, ну, вот, выражать, выражать то, что вы чувствуете, и не иметь, ну, возможности почувствовать себя удовлетворенно. Конечно, 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 есть психологическая игра, такая, скандал. Безусловно, есть такая психологическая игра. И, безусловно, что вы в эту игру играете. Но вам нужно самостоятельно ее изучить для того, чтобы лучше понимать, эм, ну, в целом, что брейк входит, да, и я думаю, что это тоже хороший такой шаг, ну, шаг вперед для, а вот, вот. Ну, опять же, определенный риск. Определенный риск, потому что, ну, это определенные изменения в вашей жизни. Вот, вас это может пугать, вас это может напрягать, вот, вы можете, вы можете хотеть, да, так вот, вбежать, потому что непривычно, вот, страшно там, ну, все, может быть, какие-то вещи имеют, ну, могут иметь место быть. Вот, но тем не менее, поэтому данную работу мне, как я думаю, нужно проводить, вот, с психологом, вот, чтобы вы не отклонялись от какого-то маршрута, да, привычные паттерны не скапывали, вот. Я думаю, как-то так. На этом все, пожалуй, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Вот, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Обращайтесь.